Девочка-пай 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 И его цель – посетить открытие памятника Муслиму Магомаеву в Киеве. Это будет состоится в середине августа, да? 17 августа. В день его рождения будет открытие памяти Муслиму Магомаеву. Вот Курсант, его цель – спеть песню Муслиму Магомаева на открытие этого памятника. Такая идея замечательная, такой интересный человек, нам пришлось с ним пообщаться. Столько он проехал пути ради достижения своей цели, благородной цели. И во имя памяти Муслиму Магомаеву. Наш город в свое время, конечно, не был в Муслиму Магомаеве здесь. Но мы все поколения советских времен, воспитания, мы все помним его, любим его песни. И, например, я Курсанду рассказываю о том, что чем для меня в последнее время знаменательное имя Муслима Магомаева, это то, что наше урожение в городе Уральское, Ержан Максим, недавно, совсем в последнем выпуске программы «Голос» дети в России, он стал одним из победителей этого «Голоса». И когда в очередном туре они, там, три мальчика, и в том числе Ержан, пели песню на вылет, тут был там конкурс, и они спели как раз песню Муслиму Магомаеву «Синяя вечность». Было замечательно, и в конце, ну, такие голоса шикарные. И в конце ведущий, Дмитрий Нагиев, сказал, ой, в общем, убили меня вообще, накричали, такие голоса, он был в обсторге от этого всего. И вот, я думаю, я сама горжусь, потому что этот 11-летний мальчик стал победителем такого шикарного конкурса, и вот именно в такой песне, и сейчас он эту песню включил в свою программу, которая выступает в Казахстане. Спасибо. Курсант, мы сейчас находимся буквально в самом начале проспекта, бывшей имени Ленина, сейчас он проспект Достык, по-казахски Достык, обращает Дружба. И мы находимся на площади, где совсем недавно поставили памятник трем казахстанским воинам, женщинам, которые известны стали на весь мир за свои подвиги во время Великой Отечественной войны. Вот. Одна из них, Алия Мудагулова, она, о ней пела известная казахстанская певица Роза Рымбаева. Алия, все песни это знают, мелодия шикарная, причем замечательная. Вот наши три героини, они уроженки Западно-Казахстанской области, и вот у Мамшок-Маметра имеется музей здесь, уральский. Спасибо большое. Добро пожаловать в нашу страну, и по нашему обочию вы должны обязательно урожениться с нашего национального блюда, в Маушок-Маметра и Айрана. Спасибо. Спасибо. История будет познакомить наших курсов, а вот вы, и я. Во-первых, всем большое спасибо. Вам большое спасибо, делили внимание. Я не первый раз в Казахстане, но не забывая мы по всему, по шоковому пути, у меня есть замечательные кадры в Таразе, как нас встречали. Мне Бог подарил таких людей замечательных через Омара и Валентина. Я встречаюсь с вами. Спасибо за господинство. Давай, давай. Спасибо. Очень вкусно. Спасибо. Алина, познакомлю вас с дверей нашего края. Курсанта. Я проведу вам дискуссию на русском языке. Корпко-музей. Музей был построен в 1879 году и состоит у нас из восьми залов. Четыре зала на первом этаже и четыре зала на втором этаже. Это наш первый зал, называется зал археологии. Здесь мы с вами рассмотрим важнейшие археологические находки, которые были найдены у нас здесь в Западно-Казахстанской области. И первые племена, которые населяли нашу территорию, это были сарматы или савраматы. Обратите, пожалуйста, внимание на различные орудия труда, такие как веслоухие топоры. Поближе подойдите, чтобы он был великий. Глиняные горшки, пивилирные украшения и оружие. Данное оружие называется окинах, он был найден в могиле у женщин. Во время археологических раскопок было найдено могилу женщин. Верочка, 119 ювелирных украшений. Общий вес этих украшений достигал более трех килограммов чистого золота. Кроме золотых украшений были найдены различные конные принадлежности и принадлежности для ритуальных обрядов. По центру нашего зала, ее скульптурные изображения, сел известный старат нашей страны, Крым, вместе с своей командой. Облик у нее отсутствует, так как череп был сильно поврежден и восстановление не подлежало. Ювелирные украшения, которые были найдены во время археологических раскопок, и различные ритуальные принадлежности того времени. И кроме этого, одна из вникальших находок, которая не имеет аналогов в нашей стране, это ее гребень. Или же расческу. Да, да. Аксальский гребень состоит из трех частей. Больших зубов 15 штук, малых зубов 8 штук. И по центру вы можете увидеть всю жизнь витрии между сакрами и персами. Здесь различные ювелирные украшения эпохи бронзи. Сделано в основном из бронзы и из золота. И при надлежности для ритуальных обрядов, то есть каменные жертвенники, бронзы и керамические посуды. А это каменное надгробие, называется Балбалтас. То есть в средние века по ковчакскому обычаю на 7-й или на 40-й день после смерти человека на его могилу установлены такие каменные извояния. Но с приходом ислама в Казахстан, это 7-й и 8-й века, по исламу облик человека на могилу запрещалось ставить. И на смену таким Балбалтасам появляются Хлопутасы. А Хлопутасы в исламе бывают двух видов. Специально для мужчин и специально для женщин. Хлопутасов у мужчин намного выше. И делаются орнаменты в виде оружия, доспехов или же какому роду или племени он принижал. А Хлопутасов у женщин намного ниже. И делаются орнаменты в виде ювелирных украшений или же посуды. Идетели, поэты и писатели. Соединение Александра Сергеевича, Мушкин, Кулов, Галя, Толк. Все они побывали здесь у нас в городе Украинск. А в классе, когда-то и литература, которая была в Украине, на протяжении 15 лет, в жилой работе здесь у нас в городе Украинск. Здесь основываются его базы поэтических способностей или же даванных. А Харас Шевченко, он был проездом, но всего один день находился под вооруженной охраной. Это предметы быта ураских казаков. То есть, например, называется руби, и таким предметом кладили себе одежду. Различные фотографии. И основным ремеслом ураских казаков это было рыболовство. Рыболовство было несколько видов, то есть зимнее. Называется багрени, то есть с помощью прибора багра водили рыбу. А какие рыбы водились, вы можете увидеть по снимке фотографии. И одежда казахов в 18-19 веках, например, называется щехтен. Казахи одевали его в основном во время работы и же во время охоты. А охота у казахов было трех видов. То есть, первое, с помощью охотничьих птиц, соколенная охота, с помощью собак, но и тазы. И третье, с помощью специальных помощек и приспособлений. Наши выдающиеся великие ханы, такие как Аблайхан и Абулхайхан. Аблайхан был ханом среднего жуза. Правил с 1871 по 1881 года. Известный в Париже, павловец и дипломат. В ходе его правления, Газелский хан находится между двумя охотниками Игериями. Игериями между Россией и Китаем. А Аблайханом у нас только гранавидом и авторитетным политмушем, что правители и России, и Китая, они старались переманить его на свою сторону. А он, в свою очередь, в первую очередь думал о благе своего народа. Причислен перекус с дырг у нас и похоронен мавзолеев, вот жанг, это яс-савы. Еще один интересный факт, то что у него было 12 жен, и от 12 жен у него было 30 сыновей и 40 дочерей. А какой красавец, смотрите, что один, что второй. Самое почетное место называется Тор, и мы сейчас садились в гости, и если вы ко мне пришли домой в гости, я обязательно вас посажу в тот, какой обычай. Справа всегда садились мужчины, а слева всегда садились женщины. Кроме этого, обратите, пожалуйста, внимание на костюм, это кофе костюма Хаджи Патянишки. Это третья жена Хаджи Патянишки. По национальности она была подарка, если бы даже санкциональный костюм, но она свободно зладела в казанском русском, можете вспомнить на немецкий язык. Ой, она много едет. Стол 6-й, самовар сделан из серебра, и по центру вы можете видеть в первую очередь версачь. В первую очередь, версачь, версачь, версачь. Я приехал в город Уральск. Очень замечательный день у меня получается. Спасибо всем, делили внимание и пришли сюда, в этом замечательном музее. Спасибо вам, что ознакомили. Проезжая по шелковым пути, я много-много записываю историю. Благодаря Богу, что, увидев меня на пути, уважаемый Амар, привел к себе, вот вчера я у него в гостях был. Давайте поздравим с днем рождения. Вчера у него в группе Амарии. Я являюсь артистом Узбекистана, певец «Дружба народа». Я пою многонациональные песни, держу крепкая дружба. Был, да, закончил театральный бус в советские времена. Профессия у меня актер музыкального здраво-тино. Работал в театрах, работал в эстрадном оркестрах, в узбузских телерадио. Моя идея, моя миссия, как я певец, оперный певец, я решил посвятить шелку и путь, преодолеть с велосипедом и написать книгу в честь великого советского, азербайджанского, российского народного артиста СССР Муслиму Магомедовичу Магомаеву. Это мой пятый велопробег. Но второй раз я проезжаю Казахстан, я первый раз приехал в Уральск. Я проезжал в 2015 году, первый мой, самый далекий этот путь, Ташкент, Москва. Я отдал дань, почтил память, заложил святок. Но люди, москвичи, подумали, что я велотурист. Но оказалось, они узнали, что у меня есть данные. Я могу вас поблагодарить, порадовать своим голосом. Пожалуйста. Есть такая песня, у Муслим Магомедовича много песней. Но я выбрал одну песню, там мысль такой. Да, если я поставил цель, я должен все-таки, да, я смогу держать в ладонях солнце. Я пройду сквозь годы времена. Да, я преодолел шелковый путь. Я все смогу, если со мною великая страна, это было название СССР, где мы не знали, кто вы по нации, а мы жили дружно, одной семьей. Что у нас в нашей области, именно благодаря ассамблее народов Казахстана, которую создал наш президент Турфултан Абишевич Назарбаев, мы все живем в мире в дружбе и согласии. Если бы мы были сейчас на улице, я бы сказала, посмотрите на это небо, какое оно чистое, какое оно красивое. А это небо нам подарили наши отцы и деды, которые 75 лет тому назад сложили свои сердца для того, чтобы мы все, народы, объединились и жили именно в мире и в дружбе. И благодаря вот этого мы с вами встречаемся с разными людьми разных профессий. И мы очень рады именно благодаря Омара, который чисто случайно, чисто случайно на дороге, проезжая из Актюбинска, Уральск, встретил велосипедиста. Он даже, может быть, и не знал, кто это такое, но поскольку он увидел, что это человек, спортсмен, певец, солист Большого театра Узбекистана, и мы, конечно, очень рады вас видеть в нашем историческом городе, потому что наш город действительно велик, великими, могучими ханами и настоящими людьми, которые создают эту великую дружбу, великое единство и великую сплоченность. И вот мы с вами, как будто бы вы наш брат, а мы ваши сестры. Мне 87-й год, и я очень рада, что на 87-м году я увидела вас такого великолепного, чудесного. Ну, я скажу, спортсмены. Я тоже спортсменка. Я мастер спорта по легкой атлетике. Когда-то я тоже была чемпионкой области, но сейчас я уже вижу таких людей, которые, вы знаете, их нельзя сравнить ни с чем. По-моему, это дар Божий, который дарит вам свое сердце, свой ум, свою скорость и свою любовь. И поэтому я хочу вам подарить от нас, от нашего города, вот именно Абжаик, наш город. Это великолепная песня, а вы певец. Здесь и ноты есть, и все есть. Вот вы песни при Урале, вы будете исполнять и на нашем казахском языке. Это наше. Это не единственный музей, это областной краеведческий музей. Я в этом, фактически, я в этом городе выросла. Мне уже 87-й год, и я очень рада, что такой музей посещает вот такие великие, прекрасные люди. А это второй музей, который, вот чтобы вы и помнили нас, я возглавляю ветеранскую организацию города, и моя фамилия, меня зовут Софья Шаймагдановна и Монгалеева. А эту книгу мне подарил тоже человек, который создал музей. Это человек, который работал, сейчас находится на заслуженном отдыхе, возглавляет вот эту память нашего города, делает очень многое. И чтобы вы помнили, с кем вы встречались. И здесь музей вот этого его личного семейства. Спасибо. И нашего города. Тех людей, которые с ним работали, которые с ним встречались, это вам напали от нашего вышку. Спасибо. Когда будете там, у себя на родине, потом внимательно все посмотрите и скажете, А это Уральск, исторический город, который Екатерина II всегда поддерживала и сказала, на реке Урал будет Уральск. Это я говорю, потому что здесь те казаки, которые были раньше, ильские казаки, они ездили на Багване, вот ту рыбалку, которую вы сегодня видели. И они говорили, наш Урал, мы его никому не дадим. Мы обязательно здесь. Здесь наш великий герой гражданской войны Чапаев утонул здесь, на Урале. Если бы Урал был таким, как сейчас, он бы не утонул. А в те годы, первые годы, а между прочим, в Уральск, говорили, был маленький город. Здесь не было даже ни одного дерева. Это были, знаете, просто пустыня была. И из этой пустыни вырос такой, начиная с Куреней, с нашего исторического второго, такого же музея, который был там. Это Михайло Архангельский собор. Это, который был построен более 1550 в каком-то году. Очень давно. И мы отмечали 350-летие нашего города. 370 лет. А теперь уже более 400 лет нашему великому городу. И я очень рада, что вы в нашем городе встретили вот такую семью. делали такую семью, в которой вас вчера, как раз вы на день рождения попали. Мы его тоже поздравляем с днем рождения. И у нас в городе очень много добрых, хороших людей. И мы очень рады встретить здесь. Всем большое спасибо. Если кто хочет наблюдать меня, смотреть мои видеоролики, сюжеты, можете подписываться в YouTube, канал «Хурсаншер Мусилим Агамайя» «Шелк и Путь». По Вейсбуке страна сопровождает наше Узбекистан и вот мегаполис город Шимкен решил, что поддержит меня по всей территории Казахстана, да? Граизе, Россия. Всех большое-большое спасибо. Ну и все, я знакомлюсь с нашим музеем. Очень красиво. Вот Мадьяр, План Швич. Мадьяр, спасибо. Он сказал, да. Вот Савис Шамерданова в нашем крае про Рожай, про Уральство все вам сказал. Теперь мы памятник от нашего директора Мир Владвежановича. Он сегодня в командировке в Самаре. Там большой фестиваль. И они уехали в командировку, и начальство тоже нашло. Уехали в командировку. Вот от нашего директора, от нашего музея мы хотим подарить вот этот книг «Сакральный Казахстан». И на Казахском, на Янно-Русском языке здесь все сохранные места нашего края. Большое спасибо. Если вдруг у меня просит, я могу их передать тоже. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok